Короче, я зашла в ванну, и как бы тут такой сюрприз, а моя сверка здесь была часа два, и я просто монтировал видео, и как бы, во-первых, чем мне вытираться, во-вторых, что мне с этим делать. Сегодня в Милане чудесная погода, просто светит солнышко, шикарно, я только что с одного кастинга, меня не взяли, не знаю почему, но меня не взяли, мне сказали, что можно идти, и оказывается, кстати, с этой недели, я думаю, почему так много на кастингов парней, а оказывается, с этой недели в Милане начинается Men's Fashion Week, и сейчас, в основном, на всех кастингах требуют именно парней, и девушки не так востребованы для показов, то есть, поэтому шансы меньше. Я очень надеюсь, что у меня завтра не будет кастингов, выходные, вот не знаю, расскажу, как выходные обычно происходят, надеюсь, что у меня будет время отдохнуть, сейчас я иду на колбек, лукбук, в общем, будут снимать, ну как, меня выберут или нет? Я знаю, что модель на поездке, что ты путешествуешь по городу и видишь его со всех сторон, то есть, у тебя работа во всех уголках города, и ты, так или иначе, реально находишься в каждом райончике понемножку, и можешь погулять, насладиться разными абсолютно видами, то есть, мне это очень нравится, поскольку я люблю путешествия, это прямо бесценно. В общем, до трамвая еще пять минут, поэтому я решила подняться на такой мостик и посмотреть на вид. Это первый канал в Милане, который я могу наблюдать, но видно плохой что-то, что-то другое. Конечно, райончик здесь не то, что в центре, но все равно есть своя прелесть. Ничего не вижу, но могу сказать, что солнышко прямо сделало мой день, потому что с утра я вставала в череста, вообще не хотела никуда идти, но сейчас просто силы сразу же прибавились, и хочется гулять, солнце аж слепится. В общем-то, на сегодня с кастингами покончено, и я могу делать, что хочу. Последний кастинг прошел очень круто, очень классный модельер, мне понравились, там такие итальянцы, очень приятные мужчины были, и я им тоже понравилась. Они меня посмотрели, посмотрели мою книжку, и даже попросили примерить одежду и сфотографироваться, но пока я там была, ни одну девочку еще так не просили. Так что будем смотреть, получу я эту работу. Алина Skyl, это когда вижу красивое здание, иду к красивым зданию, вон, видите, оранжевое, интересно, что. Я вижу ворота, мне кажется, что туда нельзя пройти, сейчас посмотрим. Похоже, что это церковь, и похоже, что сюда нельзя зайти, но тут очень красиво, колонны такие, я бы там погуляла. Вообще, я, наверное, зря не взяла солнечные очки, вообще не могу смотреть, но у нас плюс 12, солнышко, кто же знал-то. У жеренцев, похоже, точно так же в Милане присутствует фиеста, но она длится с трех до пяти, как я поняла, потому что я хотела сходить в Chinese Restaurant. Забила адрес, доехала на метро и так далее, и прихожу, и вижу на дверях написано, что они до трех работают, а это было уже через пять минут, поэтому внимательно смотрите время работы ресторанов. Вот сейчас иду в супермаркет покупать себе какую-то еду, потому что я дико голодная. Серьезно, посмотрите на это солнце, и оно еще так греет, я в зимней куртке, я в зимнем пальто, и это просто нереально жарко. В своем районе, кстати, ориентируюсь по айфону иксу, я вижу тубовиску издалека, и всегда знаю, куда мне пройти. Короче, я опять заблудилась, заблудилась, но этот раз я в стройке, я зашла в тупик, я не знаю, куда мне... опа. Я должна была идти вообще по другой дороге, и тут я каким-то образом забрела в стройку, как это происходит? Понимаете, она не кончается. То есть я должна была идти вон там вперед, над этим зданием, просто туда вперед идти должна была. А теперь мне приходится обходить это, и когда это закончится? Нет, конечно, можно как бы смеяться, но мне вообще не смешно. То есть я иду уже приличное расстояние, и оно заворачивает, оно не кончается. Что с этим делать? И, как всегда, плюсы того, что я заблудилась, очень стоят того. Да. И я вижу, как раздание, конечно, я в него пойду. Люди, вы знаете, серьезно, чаще теряетесь в каких-либо незнакомых местах. Не идите по навигатору. Нафиг навигатор, смотрите, как красиво. Понятия, как я это донесу, все, но я не могу остраиться. Тут так все вкусно выглядит. Старинный трамвай. Как приготовить лазанью, если нет ни духовки, ни микровомовки? Это гениально, правда? Я только что узнала, что на выходных у меня не будет никакой работы, никаких кастингов. У меня, как полагается, на выходных отдых, как оказывается. Поэтому вот сейчас смотрю, куда можно отправиться. Не хочу сидеть на месте, какую-нибудь однодневную поездку. Попила вчера кофе. И, конечно же, у итальянцев среди прочей посуды оказалась кофеварочка, поэтому будем пробовать варить. Ну что ж, за хороший день. Вот я и готова к классной субботе. Уверена, что когда приеду домой, очень сильно устану. Но вперед. Сейчас я полна сил, выспалась, готова к приключению. В 6 утра я еще не ходила по Милану. Может быть, увижу школьников как раз, а то их вообще не видно. Не знаю, ни одного ребенка пока за это время не видела здесь. Тут я поняла, что суббота и какие школьники. Я когда сюда пришла, я же не узнала станцию метро. Тут почему-то закрыт проход к рельсам. Надеюсь, что хотя бы поезд доходит. Одна на станции. Одна ненормальная. В субботу так реально встает. Ну что ж, вот я и в Вероне. Только что приехала. Только что вышла из автобуса. Сейчас когда-нибудь пойду. Посмотрю по карте, что ближе. С погодой пока что не очень. Я думала, будет солнышко. Но пока что тучки. Надеюсь, что это все-таки поменяется. Честно, я совершенно не понимаю людей, которые приезжают в другой город и ездят на автобусе от достопримечательности до достопримечательности. Ведь они так много теряют. На вашем пути вы можете встретить столько красивых вещей, которые вы даже не планировали увидеть. Вот, например, как я забрела куда-то, увидела красивое место, решила подняться. И вы только посмотрите, какие красивые виды здесь открываются. Какой здесь парк и как это все круто выглядит. Скажу, что я не взяла автопарад в поездку. Иначе бы я, как те люди, застряла бы надолго во всех этих местах. А вот и эта красавица. Знаменитая арена де Веронна. Конечно же, говорят, что там проходят самые лучшие постановки пьесы Шекспира. Это просто шикарно. Я не могу сдвинуться с места. Понимаете, как это красиво. Как же здесь красиво. И рассматривать каждый камушек этой арены. Сколько же грязно стоит просто тут надо. Вот мы и пришли к знаменитому дому Жюльетты. Все в надпище. Пока еще мало туристов, сколько утра. Посмотрите. А вот этот самый знаменитый дворик с балкончиком Жюльетты, в котором Ромео признался ей в любви. А вон ее статуя. Кстати, она не оригинальная. Эта копия в 2014 году была поставлена. Поскольку за эти 40 лет, когда эта статуя стояла, туристы стерли всю ее правую грудь и левую руку. Потому что, по легенде, если ты потрешь правую грудь Жюльетты, то тебя обретет вечная любовь. Это магазин Жюльетты. И мне дали там какой-то подарочек. Там вышивают на всем. И вот мне подарили. Представляете, как высоко люди старались забраться, чтобы написать все вон там? Чего им это стоило? А это площадь Синьори. Получила она такое название, поскольку в разные времена здесь располагались органы управления. В разных зданиях совершенно. Сейчас это одна из самых древних площадей города, которая представляет средневековые здания. И в центре вы можете видеть вот такую вот статую. Это памятник идонитому итальянскому поэту Данте Алигерии. Это площадь Деля Эрда. Или площадь трав в переводе. На ней расположены здания различных эпох. И вот здесь вот вы можете видеть фонтан, который стоит в центре. Это фонтан Святой Мадонны. Он датируется 380-м годом. Представляете? Римская статуя. А сейчас я направляюсь в кафедральный собор Верона, который соединен вместе с церковью Святой Елены, по-моему. Короче, судя по звуку, мы поняли, что я встретила детей, но встретила я их в соборе. Они так, что вышли оттуда. И сидят все. Они все-таки есть не в Манне, а в Вероне. Посмотрите, как красиво! Шикарные виды. Какая-то справляются. Вот, поднимаюсь, чтобы видеть панораму города. Говорят, что это собор Святого Петра, куда я иду. А тут открывается самая лучшая панорама. Вот, посмотрите. Уже довольно высоко. Но я хочу еще лучше. В общем, вот и панорама. На фоне меня находится река Адиджи или Адиджи. Не знаю, как правильно. У нее очень красивая береговая линия, по которой я сейчас и гуляю. И точно так же в интернете нашла себе ресторанчик. Почитала в интернете отзывы. Он находится подальше от центра. То есть в нем не будет так дорого, и не будет так много людей, как в самом центре. Говорят, что в этом месте самая вкусная, традиционная, итальянская домашняя кухня. И этот ресторан пользуется спросом большим у местных жителей. Так что будем пробовать. Эй, друг. Я буду ловить чаек. Сейчас попробую с нее слабо. Эй! Парни! Нет, не уходите. О! Ну да. Классно пошло. В общем-то место оказалось закрыто, и я пришла в другой ресторан, тоже по хорошим отзывам. Он был более дорогой, но мне безумно понравилось. Я пробовала одно итальянское второе блюдо. Очень советую этот ресторан. Вы можете видеть, что было здание. Победала я там за 17 лет. Домой не с простыми руками. Ну что, поездка просто удалась. Мне очень сильно понравилась Верона. Я посетила все абсолютно, что запланировала. Также я могу сказать, что мне очень понравилось гулять по улочкам Вероны. Это действительно стоит того, просто пойти, куда глаза глядят, и забрести в какой-нибудь укромный уголочек Вероны. Какую-нибудь тихую, скромную. Все чем-то особенное. У всех есть своя изюминка. Какие-то очень красивые извиваются. Очень красивые плавные повороты. У каких-то очень красивые балкончики на всех этих старинных зданиях. Это брусчатка. Эти растения, которые могут висать всех этих балкончиков. Мне просто очень понравилась эта атмосфера. И я готова была гулять по этому городу вечно. Сегодня я настолько объелась рестораней, что мой ужин выглядит таким образом. Сегодня на завтрак я себе решила сделать такой вот фраб с хамоном, оливочками, помидорчиками, авокадо, соусом, листиками, салатом. В общем, должно быть очень вкусно. Сейчас будем заворачивать. В нашей модельной поездке учеба не заканчивается. Надо уметь все совмещать. В общем, знаете что? Видимо, все-таки у модели выходные и невыходные. И вас могут вызвать на работу в любой момент. Потому что сегодня я пропустила кастинг на Versace. Причем у меня уже один раз такое было, что я пропустила кастинг. И мне сказали, что почту нужно проверять дважды. Вечером и утром. То есть утром еще могут прислать вам кастинги. Но на этот раз я и выходные на всякий случай проверяла почту. Я вчера и вечером проверила. И сегодня в 9 утра я встала и сразу же проверила почту. Там ничего не было. Я думаю, ну здорово. Все, сегодня целый день дома. Расслабляюсь, занимаюсь всеми своими делами, которые давно планировала сделать и так далее. А потом просто по приколу в 2 захожу на почту. И вижу, что у меня там кастинг. И что самое смешное, что мне его отправили за 20 минут, как кастинг начался. Это письмо мне пришло за 20 минут. На самом деле было обидно, да. А вот мои домашние носочечки. Напоминают мне мои мамочки. Потому что я взяла их у нее. Каждый день у нее напоминалось. Очень интересно у нас с ваней получается. Отказать, что это за мое, а что это за соседки. Значит, смотрите. Вот это мое. Вот это мое. Вот это мое. А вот это соседки. В комнате еще лучше. У меня там стоит стеллаж, а у соседки ничего.